Девушки отдыхают Опасен ли он? И журналистское расследование выясняет, что будет, если выпросить мусор прямо на дорогу. Лайк. Лайк. Прошла уже целая неделя, а друзья в социальных сетях все размещают и размещают фотографии с ведущими Первого канала. Еще бы, такое событие. Впервые боготворительная акция «Стань первым» прошла в городе Чебоксары. И в День защиты детей к нам в гости приехали телеведущие, музыканты, актеры. Детские сады, школы, кружки так тщательно готовились к встрече, что еще не ясно, кто кого больше удивил, знаменитости нас или мы знаменитости. За один день звезды успели очень много. Сыграли в футбол, пообщались с одаренными детьми, подарили подарки детям в больницах, организовали показ мультфильмов, фильмов и привели шикарный концерт. А мы станем первыми, кто расскажет об общении телеведущих с юными коллегами из Чебоксары. Лайк! Мы ждали их с волнением. Не каждый день медиа-центр «Куча мала» приезжает целый автобус знаменитостей. Но переживали напрасно. Гости были заряжены на позитив. Это Тимур Ведерников, музыкант и ведущий детской программы «Шишкина школа». Рядом его жена Екатерина Котеночкина, внучка знаменитого мультипликатора. Знаете, вообще как раньше снимали мультфильмы? Сначала снимался человек, актер, настоящий жил актер, потом его обрисовывали. Заяц с волком танцует, это бабушка с дедушкой танцевали. А там анши из премьерских музыкантов танцуют, это бабушка моя танцевала. Ну а дальше мы переключились на профессиональные вопросы и рассказали, что с этого года национальное телевидение «Чуваший» доверило нам вести программу «Отдыхать» в прямом эфире. Это очень круто, вот прям точно говорю. Прямой эфир – это очень круто. Я в прямом эфире сбрил усы. Я задумал, это было посвящено тайной одной девушке, которая этого не оценила. Значит, я вел утро на телеканале «Россия» в прямом эфире. У меня заканчиваются российские новости. Полыхали, в Подмосковье торфянники горели. И дальше должен перейти на Америку, а в Америке полыхает Калифорния. Она каждый год горит у них, Калифорния. А я все, я в эфире. Я в эфире, и в этот момент вырываются все суфлеры, просто все суфлеры. И у меня только камеры, и я, и миллионы зрителей. Я сейчас буду, простите, сейчас бумажку посмотрю. Нет, конечно, я выдаю следующую фразу. Наконец-то подмосковные пожары докатились до Америки. Алексей Лосенков много лет ведет программу «Сам себе режиссер». По образованию он актер. Как мы знаем, вы попали в театральное училище с первого раза. И там при поступлении нужно читать басню. А у нас как раз недавно проходил конкурс чтецов. И не подскажете, как правильно читать басню? Я, когда преподавал в театральном институте, я даже не всегда слушал басню. Я просил просто, чтобы мне прочитали либо прозу какую-то такую, ну, с юмором, либо стихотворение с юмором. Я, например, когда поступал, я читал Остапа Бендера. Но я его читал как бы про себя. Я рассказывал так. Вот пачка. Весом, ну, 3-4 кг. Она продается. И стоит миллион рублей. Тот самый миллион, который вы из жадности не хотите мне подарить. Купите. Состоится покупка. Цена не высокая. За кило замечательных сведений я беру всего по 300 тысяч. А сведения самые интересные. О вашей второй и главной жизни. Первая ваша жизнь всем известна. От 10 до 4 вы за советскую власть. Ну, вот от 4 до 10 знаю я один. Ну, и так далее. И все. Мне уже... Мне надо читать басню. И физкультарь, который я всегда потом давал, когда преподавал, давал студентам, заключается в том, что, ну, как там попробовать этот мертвый язык басни оживить? Басня – это всегда большая бедища для любого абитуриента театрального института. Вот Сашка не даст соврать. А теперь с этой бедищей ты пойдешь на конкурс и будешь ее читать. Читая так... Читая, вот знаешь, что сейчас произошло? Леша, рассказывая драма наук, он говорил о себе. Он говорил о том, чего он видит, чувствует он. Это был он. Вот читай басню, как ты бы читал эту басню. Не про них, а про себя. И тогда ты приблизишься к Алексею, и все это будешь убедителем. Только про себя. А дальше... Ворона это будет, ягненок с волком, кто его знает. В заключении встречи мы посвятили гостей в друзья с центра. Отправили их в телевизор. Когда таксисты жаждут мне приятно сделать не обидно, то молвят искренне вдвойне. Давно вас в телеке не видно. Ура, наконец-то, я на телевидении! Лиза Иванова, Данил Сергеев, Саша Квасников, Акилбупсер. Акция «Стань первым» – новость яркая и большая. Ну а теперь к новостям поменьше. И рассказывать их будут ведущие поменьше. Неля и Юлия Степановы. Здравствуйте! У нас новость тоже очень яркая. Скоро, 12 июня, в День России, в детском парке Николаева пройдет фестиваль красок. А это значит, что можно будет скидывать с сухими красками и вернуться домой разноцветными. А еще в этот день в парке состоится премьер спектакля «Межгалактическое путешествие. Енота, лисы и олени красавчика». Подготовка к представлению велась полгода. Декорации будут яркие. Костюмы яркие. Прямо как ленточки на ваших косичках. Вот смотрю я на вас, так и хочется следующий сюжет объявить. Ленточное шоу. Что нужно для супервеселья? Сто рулонов лент, разрезанных на разные кусочки. И, конечно, аниматоры – супергерои. Сегодня мы вместе с Суперменом приехали в эту замечательную школу, чтобы спасти их от плохого настроения. И в летние каникулы у них было только замечательное, только веселое и самое классное настроение на все летом. Визг счастливых первоклашек был слышен во всей 24-й школе. Кто бы мог подумать, что с лентами можно придумать так много конкурсов, выяснять, кто подкинет их выше, танцевать, перекидывать на сторону соперников и даже загадывать желания под ленточным дождем. Мне больше всего понравилось друг друга кидать ленточки. А почему? Потому что это красиво и весело. А это не больно? Неа. То, что реквизит шоу оказался во всех уголках класса, взрослых не испугало. Ведь навести порядок и собрать ленточки по цветам – это отдельное приключение. Я собираюсь на каникулах гулять, веселиться, с лентами тоже буду ждать. Начать каникулы с ленточного шоу – классная идея. Так же, как и учебный год. Даша Шоколева, Борис Андреев, Акилбупсер. Серьезная и полезная новость. В Чебоксарах установили огромный контейнер для использованных батареек. Надеюсь, все знают, что отработанные батарейки наносят большой вред окружающей среде, если их выкидывают на свалку. Разлагаясь, батарейки выделяют опасные вещества. Поэтому никогда так не делайте. Собирайте старые батарейки вместе и выбрасывайте контейнер по адресу проспект Мира 90, корпус 2. Оттуда батарейки будут отправлять на переработку. Мальчики, смотрите, как много батарейок у нас накопилось. Откуда? Из репортерских микрофонов. И мы очень хотим сделать доброе дело – отнести эти батарейки в новый контейнер. Тогда вперед. Ну а мы продолжим выпуск и поговорим о мусоре. Впереди мой любимый журналистский эксперимент. Мусор – одна из самых главных проблем на нашей планете. Но многие люди этого не понимают. Мы решили сделать эксперимент. И выяснить, заботятся чебоксарцы о чистоте города. Мы будем бросать мусор на глазах у них. И будем смотреть на их реакцию. Будут ли они делать нам замечания или нет. Не переживайте, весь реквизит мы потом уберем. Ну, девочки. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Вы всегда выбрасываете мусор в гуру? Да. Мы проводим эксперимент. Это был эксперимент. Спасибо, что у вас есть такие граждане. Мусор может в другой гордины кидать, надо. Все. Все. Вот, вот, минуты есть. Подождите, вы всегда выкидываете мусор в мусорные баки? Да, и свой сын учует, он уже. Вики, вы всегда выкидываете в урну в гусор. Да. Вот вы правильно, да? Эти больших фону, эти такие граждане, мы делали эксперимент. Спасибо. Вы выкидываете мусор в баки мусорные? Послушайте, я никогда не выкидываю мусор на асфальте. Ну, знаю, это было эксперимент. Мы всегда будем в следующий раз выбрасывать мусор. Спасибо за замечание. Спасибо. Вы большие молодые, вы выбрасываете время в бург, потому что это был эксперимент. А ты камера, ты снимай камеру. Вот, вот камера. Куда ты решил? Мы всегда выбрасывали мусор на дорогу. Когда мы выбрасывали мусор на дорогу, было очень стыдно. Тем более мы слышали фразу, ну, вообще. Но были люди, которые не реагировали. Делайте выводы сами. Внимание! Таван Радио объявляет конкурс «Поющие чебоксары», посвященный юбилею нашего города. Чтобы выиграть крутые призы, например, беспроводные колонки, надо сочинить и спеть частушки про чебоксары. Про фабрики и заводы, музеи и парки, памятики и улицы. Снимайте частушки на телефон и загружайте в группу Таван Радио ВКонтакте. Работа принимается до 5 августа. Важно! Частушки надо петь на фоне городского пейзажа. Никита, ты чего молчишь? Пока ты делал объявление о конкурсе, я уже сочинил пару частушек. Ничего себе! Тогда нам нужен городской пейзаж. Вот так. Отлично. Теперь можно петь. Чебоксары так люблю, им частушки подарю. Покровительницу мать у нас далеко видать. А девчонки в чебоксарах самые красивые. Косы длинные у них, а глазетки синие. Вот это ты разошелся! Прямо как робот-поэт. Вряд ли такие существуют. Даже если и не существуют, это всего лишь вопрос времени. Товарищи программисты, вы меня услышали. Людям нужен робот-поэт. Мы вас верим. Если собрать всех юных программистов Чувашии в одном месте, то получится фестиваль детского научно-технического творчества «Кулибин». Это праздник ребят, которые занимаются робототехникой. И в этом году он посвящен умным городам будущего. В городе в будущем должно все быть очень гармонично, экономично, без грязи, без мусора. Где все машины летают, большие дома. Слава Иванов стал на фестивале победителем соревнований «Танчики». Привел свою машину к финишу быстрее соперников, управляя ей с телефона. А этот робот умеет передвигаться сам, строго по черной линии. И называется «Ева-3». Идеальный робот четко точно не скажешь. Потому что если мы посмотрим робототехнику, робототехника в медицине, военная, для учебы используется. Поэтому, мне кажется, только практика и использование этих роботов, когда создают инженер, и с ним вместе рядом работает тот человек, например, из отрасли медицины, если возьмем врач и инженер, то они, наверное, могут только тогда создать идеального робота. Робототехника – это стык науки. Особый гость фестиваля – голубоглазый красавец «Мистер Робот». В Чебоксарах его научили здороваться и дарить хорошее настроение. Постройка этого робота длилась в районе 2-3 месяцев. Что он умеет делать? Он умеет ездить по полю и также умеет подъезжать к разным объектам, подходить их, здороваться с ними. Фестиваль «Кулибин» – это 25 интерактивных площадок. Это дома будущего из подручных материалов и машины из пластика. Это горящие глаза мальчишек и девчонок и желание стать в будущем программистами, инженерами, физиками. Елизавета Зуйкова, Настя Анисимова, Борис Андреев, Акелбупсер. Посмотрел этот репортаж, исполнил анекдот. Идеальный ученик. Ничего не забывающий, не опаздывающий, все понимающий, старательный. И это робот. А в жизни все мы разные. И это здорово, что у всех свои таланты. Кто-то танцует и поет, кто-то ушами шевелит, а кто-то пальцами хрустит. Тоже мне талант. Хрустеть пальцами. По-моему, это вообще опасно. Что значит, по-моему, ведущие должны давать проверенную и достоверную информацию. Давайте выяснять, опасно ли это хрустеть пальцами. Здравствуйте. Если вы, как и я, умеете хрустить пальцами, то наверняка вам говорили взрослые, не хрусти, а то в старости будут боли суставы. Так ли это? Выясним у врача-ортопеда. Здравствуйте, Андрей Олегович. Подскажите, почему у людей хрусят суставы? Мы все люди разные. Мы имеем в организме множество суставов. Они все разные по форме, по строению. И в ряде случаев, когда одна суставная поверхность не очень конгруентна, то есть или не очень совпадает с другой, при движениях в этих суставах мы можем слышать какие-то щелчки, хрусты и так далее. Само по себе это не заболевание, это не патология в ряде случаев. Когда данные звуки приносят еще и болевые ощущения, то мы этими пациентами занимаемся, мы их лечим, если это требуется, по показаниям. А если специально хрустить суставами, это вредно? После определенных движений мы чувствуем некоторую легкость, расслабленность. Допустим, в шейном отделе позвоночника, если мы при движении головой пощелкали, похрустели, мы испытываем некоторое облегчение. Это связано с тем, что напряженные мышцы в шейном отделе позвоночника расслабляются после их перерастяжения, и мы испытываем легкость после этого. Поэтому нам хочется снова и снова это делать. Вредно ли это? Скорее всего, не очень вредно, потому что некоторые методики мануальной терапии связаны с проделыванием этих растяжений между точками прикрепления мышц, и это приносит облегчение нашим пациентам. Американский врач Дональд Унгер провел очень интересный эксперимент над собой. На протяжении 60 лет он хрустил пальцами только левые руки. И когда врачу исполнилось 80 лет, был делан вывод – хрустить пальцами не вредно. Обе руки были в одинаково хорошем состоянии. Дональд получил даже премию победить в сцене за этот эксперимент. Единственное, что меня пугает, то, что хруст пальцев может стать зависимостью. Для тех, кого раздражает эта привычка, мы приготовили советы, как от нее избавиться. Соляные баночки. В теплой воде размешиваем морскую соль и держим руки примерно 15-20 минут. Едим продукты с высоким содержанием кальция, а также продукты, укрепляющие кости и хрящи. Молокот, форок, холодец. Гимнастика для рук. Сначала делаем вращательные движения кистями, затем сжимаем их кулак и вращаем уже кулаки. Расслабляем кисти рук, а затем энергично их встряхиваем, как будто бы убираем воду с кончиков пальцев. Соединяем пальцы в замок и рисуем волны. Сжимаем поочередно все пальцы, начиная от мизинца и заканчивая большим. Перекрещиваем фаланги, как ножницы, то есть накладываем одну на другую. Делаем щелчки, складываем пальцы, как бы для щелчка по лбу. Костяшками хрустят все крутые парни в кино, поэтому лично я эту прыжку бросать не собираюсь. А что решите вы? Артем Музяков, Бахтияр Вилеев, Акелбупсер. Ребята, если у вас есть новости, если вы хотите, чтобы наша съемочная группа приехала к вам в лагерь, в школу или просто в гости, звоните, мы всегда на связи. Вот интересно, как там дела у наших девочек? Тогда мы узнаем. Надо использовать телевизионные возможности. Неля, Юля, прием, как слышите? Отлично, слышим! Мы уже доехали до контейнера. Как видите, он просто огромный, и мы готовы к запуску. Вот и все на сегодня. Хороших вам каникул, ребята! Это Данила, Никита. Усоедините каждую минуту, ведь лето так быстро пролетает. До новых встреч на национальном телевидении Чуваши. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова